вот я ребят изловил этого негодяя блять пьяного на сказали что он без куртки куртка цела все нормально но все равно вот тебе это шапка такая папа легче и трусишки сменить на дальняк сходишь что не знаешь как жить на улице зарядку зарядку спасибо товарищи подписчики за зарядку сейчас вот черному дадим а у тебя подожди у тебя вход не такой а есть шланг чё нормально ну а то жарко тебе в этой гитара цела да а маска где не видел маску машку не видим маленькую не было пальто вот я там целый целый балл для нее вещи я пока тут пальто взял то что она просила чё-чё-чё-чё не понравится я там интриганты блин так алё здрасте привет здрасте светлана ну ладно там шутки это все с утками прибаутками там может ну я не смотрю чужие каналы другие это чужие каналы это кому и вам я запретить не могу то что вы смотрите а мне эти каналы у них свой контент вот у них драки драки интриги расследования драки вот и так далее у нас совсем другое у нас помощь людям вот сегодня опять передали вещей кучу ребятам я принес разнес раздал ну но деньги я всем я я вчера я вчера вчера ролик снимал что деньги наличными я никому не даю я не касса взаимопомощи если кто-то хочет да если кто-то хочет черному помочь вот ему вчера закинули там на телефон вот если ему индивидуально кто-то хочет помочь приезжайте постойте с ними здесь 25 человек пьяных а ты один трезвый пообщайтесь с ними и дайте им наличные деньги я деньги не раздаю вот попросили у меня трусы носки я принес станки надо я куплю лекарства надо я купил и так далее тому подобное да да не нам и мы русские разберемся мы без чеченцев без ребят разберемся чеченцы у нас и дагестанцы чеченцы знакомые есть как бы мы сами не пальцем деланы а белорус а все его нету вы понимаете что это старые ролики вы понимаете что это было десять дней назад но но вы знаете вы знаете что белоруса здесь уже и в помине нет на совеловского он как как появился здесь внезапно так и исчез внезапно это не совеловские жители здесь есть коренные жители которых все знают и с которыми все общаются да спасибо огромное спасибо спасибо огромное спасибо вам огромное все девяносто первый день сегодня да там а кстати вот кости кости правильно говорит вы ролик у меня на канале посмотрите когда тут белоруса самого блещей самому надавали да вот сегодня опять ему дал носки трусы все у нас замечательно да я домой отнес положил там в шкаф ничего вытащим тут у батарейка у него садится у этого у черного давайте благ вам всех спасибо спасибо всего до свидания такие у нас подписчики валерка хочет рассказать одну херню расскажи валя что что кто приезжал вот как бы ребят не постанова ничего я вот подошел губа говорит приезжали сегодня какие-то блогеры и и значит за алкоголь просили они хотят они хотят не мы знаем что он имеет там очень много балок расскажи что ты делаешь там он имел так много денег я просто прям миллионер хожу он на моих глазах он на моих глазах вам лично вот как сейчас вы меня видите он лично говорит вот человеку ну извиняюсь вроде бы тресили вот сейчас он мне привез причем вот они они никуда не девать нужны он просто идет сам покупает а вы представьте себе без огорчения дайте больше километров наверно их купить это шкура продажная из-за вот этой алки лимона хорошо мы ее плести чё ты там а чё ты там ты не слышал я не слышал ну мы посмотрим там в этом в ютубе чё ты там наплел у меня видео вперед выходит чем их не понимаешь как я страхуюсь они еще подумали я уже сказал что они ели наху эти блогера поесть ты поесть хочешь ты поесть хочешь а есть он меня позвал за это лёха лёха сегодня лёха мне сегодня звонил сказал чтоб я тебя отпиздил он думал что ты куртку потерял за то за твой пьяный барагоз когда ты ему звонил суп осторожно не разлей за то что ему пья слышишь что говорю то за то что ему пьяный звонил и грубо с ним разговаривал он сказал да он мне рассказал уже пора лещей пить да вы наверно забыли старый совок когда маэстро здесь пьяный напивался и все бежали от него да я всем всегда говорю живёте до первой пьянкина да 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 беда я забыл ладно ну все вроде живы здоровы кушают вот блогеры первого хватило а первого ну если не доволен покупают беляжи а я не купил я ж не косик я ему всегда заведу он молодец. правильно надо кушать на улице. да он молодец. все вот куртофанчик ежик спасибо звонил тебе все ништяк так что у нас все завязано очень-очень туго девочка замуж не желаете? за него. сейчас он поест сил наберется, чтобы до ЗАГСа дойти Светлане, Светлане с Мурманска тоже огромный привет, а то она говорит что я там мало тебя покупаю то есть я вчера купил пять пачек сигарет и раздал всем по пачке, а надо было знаешь как сделать? купить пять пачек сигарет и отдать тебе, блядь. да нет мы здесь живем в общем все. да чтобы никому не хватило. я куда? пять пачек буду девать. да да да. на это закладки тогда уже будем взяты. все молодец. да, красава. подписчикам нашим огромное спасибо все входят в положение. я вообще не думал никогда в жизни не ожидал что такое получится. блогеры, блогеры, блин. вот сегодня вот эту бутылку я передал, но это чисто подписчики передали. у меня просто комментарий там сегодня был. ты же ты же сказал не будешь это покупать алказ. я не покупал это передали люди. нормальную водку кстати она не с Карелии, а с Татарстана. мы даже до нее еще добраться не можем. ну да. мы целую бутылку пьем целую день вот с ним. целую одну бутылку просто. тогда такое было. ну да. чтобы целый день пить, одну бутылку. ну да. все. мы ставим. думаю надо. ну это слышишь губа. может я тебя оставлю пакет. он не тяжелый. там пальто для маски. потеряет да? потеряет да? я да. а ты свою потерял это. ну что гитара все ушатал? а там под платформой? ну да. мне с ума не долго идти, понимаешь. я сейчас разберется с ним. ну пальто. я бы хорошо весь баул. там баул целый для мани передали. женских вестей. лифчики там ей. трусы. из детства. прикинь, ну с какими сейчас будет торба. я ее я ее я могу дома пока оставить. она там ну попросите частями. буду выносить. сумку ей просто найди. нормальная. сумку? а какую? ей надо сумку какую-то. в шереметьево летают. да. в чемодан. катал опять с собой нахуй. сигнализация. пик-пик. к метро подъехал, к 6 выходу. пик-пик. оставил, а все пошло дальше. так, ну все, слава богу, здесь все хорошо. пойдем дальше. пойдем дальше. а ты сегодня побрился? да. нормально. губа. губа пока еще не оброс сильно. ну уже устал, да? уже устал, видно. не устал? стареем мы один хуй, стареем. не как я тут в 30 лет прыгал. через забор напрямую за водкой перепрыгивал. за Лену Брауну. ну за Лену Брауну. малька научил. в мае эта Ленка откидывается. 25 или 28 что ли? танкист. кто был сегодня? танкист. какой танкист? какой? какой? у тебя крысняк ехал, уехал. его четыре с половиной года еще топтать, блядь. дали, дали им, короче. четыре с половиной Дэну и пять с половиной этому танку. ну по году они уже отсидели. не, не, не. а день в день, нет. день в день им присудили. тюрьма? я тебе говорю, день в день присудили то, что вот под следствием сидели. мне звонил этот Дэн Тайсон. вот он буквально дня три назад звонил. не знаю. день в день. так решили, я не знаю почему так решили. потому что у них до двенадцати статья. день за полтора, во-первых, да. но им присудили день за день. день за полтора, сейчас нету за два. это по суду, да. сейчас. да. и вот еще три с половиной Тайсону, короче. и четыре с половиной танку. они живые, просят, просят дачку, дачку просят. тоже что-нибудь соберут, да. люди добрые помогут пацаны. это пацаны надо. ну, здесь как бы не много людей приветствует такое, да. но все равно есть люди. ну, что сделать. он сам нормально сидит. ну да, сам. а, кстати, он сидит тоже. тоже сидит? да. живой, конечно. живой, его закрыли. сидит там в Самаре у себя. так, зачем? ну, зачем бы настолько сроку дали? там тепло, все живой. ну, вдвоем, во-первых, у них вообще статья до 12 лет. вдвоем часть третья. так, ну все, смотрим ролик дальше. так, посмотрим ребят потом видос, что там наговорил. это у нас Бомжур ТВ. блогер стоит. посмотрим, что там губа наговорил за водочку. ну, что? звезда ютуба. иди, звезда только ты. что там тебе? что вы тебе там, какие вопросы блогеры задавали? а? а? а для чего ты забрал паспорт? у кого? у аллергии. в смысле забрал? ну, я вообще-то не знаю об этом. а в смысле я забрал? ну, вот. ну, вот. сказали. ты ты забрал. да. ну, вот. если он забрал, он правильно сделал. если он забрал, он правильно сделал. он как раз ты причинник. я его вчера на руках относил. поймите. на руках. я с ноги отказывался. поздравляю. здравствуйте. как дела? привет. у вас всех? как дела? перчатки, извиняюсь. я не хочу сравнить. сам дом вас у них. как тебя голова? ну, ты бодричка. ну, я, как блог. нормально? нет. то что это плечо стало, самое главное? 5 с половиной год. нет, нет. 5 с половиной год. померелся с малым? а не сын. а не сын, сын? да. на гитаре нет? Приехал один день. Что завязал? Не, ну так дома играешь все. На веб-камеру. На торты долги? Да, понту нет сейчас. У вас есть карточки. Это надо банкомат с собой рядом ставить. Ну и что, процесс идет? Нормально? Ну да. Добрый вечер, уважаемые подписчики. Сегодня у меня анекдотка. Тени один. Один от народа. Один из моей жизни, который сегодня произошел. 27-го, 02-го, 21-го года. Значит, Новый год, утренник. Дед Мороз, дети собрались. Снегурочка. А елки нету. Снегурочка говорит, заяц, беги в лес, руби елку. Бежит заяц. В лес, начинает рубить. Здесь раз Миша подходит. Ты что, косой? Рамсы попутал. Говорит. В моем лесу. Говорит. Мою елку. Миша, ты понимаешь, блин, елки пак. Говорит. Новый год, утренник. Елки нету. Говорит. Дед Мороз, снегурочка, все дела. Говорит. Мне все равно, бери березу. Какая, Миша, береза? Говорит. Елка нужна. Ты понимаешь, утренник. Говорит. Да мне, говорит. По барабану, бери березу и все. Говорит. Ну, Миша, ну дай хоть сосну. Говорит. Ладно. Сосни и бери березу. Добрый вечер, уважаемые подписчики. Подписываемся. Ставим лайки. Ну а я вам буду анекдоты травить. Ну и вообще так, даже будем общаться. Не забываем ставить, отписывать комментарии. В комментарии можете писать свои анекдоты. Откуда анекдот. С какого города. Кто прислал, я их буду рассказывать. Значит, приходит Чебурашка до Гены. Гена, ты знаешь? Говорит. Я так люблю ебать. Ну и чё? Говорит. Вот ебуй, я ебу, говорит. По щиколотку залажу. Говорит. Да ну, Чебурашка. Что ты несешь? Да серьёзно, Гена. Говорит. Люблю ебать, говорит. Ну пиздец. Ну ебу, бля. Я и тебе, говорю, бля. Ебуй, ебу. Говорит. По колено залажу. Говорит. Чё, Чебурашка. Ну такое невозможно. Это ж пизда, ёбка. Да нет, Гена. Ты понимаешь? Говорит. Я люблю ебать. Говорит. Говорит. я ебу и по пояс залажу, но это чё, Бурашка Говорит, что ты пиздишь ты, ну прекрати, я ж жен твой друг «нет рина», я ж тебе серьезно, как друг, говорил в**ؤ self «люблю** и0б** на*****». Ну чё, говорит, вот ебу, ебу, и行 уже, вот так вот, по горло заложу. «Да ты чё? Что это за пизда такая, я уже по горло залазишь. » «Та нет Генна, ты понимаешь, я люблю еб*****,тыrouб** Я ебал, говорит, сука, говорит, и вот они губы остаются, нахуй, говорит, Чебурашка, а губы-то чё, говорит, а вот курить я где-то люблю, чуть больше, чем ебать, ну, вот так вот, ребята, курите на здоровье, ну. Добрый вечер, уважаемые подписчики, как и говорил, сегодняшний анекдот, который произошел 27.02.2021 года, значит, сидим мы с женой, завтракаем, ну, она говорит, хочешь, я тебе на ужин крабовый салат приготовлю, говорит, ну, приготовь. Ну, тут она к обеду собирается по делам, говорит, я вечером, говорит, приду, говорит, салат приготовлю, я отвечаю, ну, приходи. Не копию свидетельства о разводе, оригинал. А сейчас ничего не надо, вот мы здесь пошли, с нас даже штраф не взяли, я там им замагорочил, короче, и теперь у нас там зеленая улица. Оттуда отдавай, я приехал сначала. В архив обратись, в архив же есть, они все. Они мне только могут справку дать, то, что я отсутствовал на брако-разводном процессе, а им подавай. Оригинал. Да. Потом военкомат пошел, с военным билетом, с военным. Я говорю, у меня выписку дайте, пожалуйста. Твои части больше не существует. Ну, ты пойдешь в понедельник, короче, а то ты будешь рассказывать, как этот, Лев Толстой. Ну, ничего, конечно, пойдем. В понедельник пойдешь в пастор Лева? Недельник-завтра, Валера. Недельник-завтра, это что? Ольга, пожалуйста, друг нашла. Ну, а еще что, какие вопросы задавали? Только про паспорт и все? В общем, без огорчинки-то. Такое ощущение, подмыть. Подмыть хотят? Ну, такое прям ощущение, что... Вот человек сказал, а как я могу сказать, что это плохое? Ну, как я могу сказать, что это плохое, если мы совыдем? Последний путь вылезет. Не обвольно. Без соли, бедя. Ну, как? А ты что, этого Андрюху не знаешь, Леонозовского? Синего, ну, который приезжал сейчас. Молодой? Не молодой, высокий Андрюха, синий. А, вот, с которым ты был? Да, да. В общем, он с другим человеком приехал, раз он такой здоровый. В общем, приехал бы. Короче, задавали тебе неудобные вопросы про меня, да, блогеры? Честно скажу, да. Нет. Неудобные вопросы давали. А, они хотели услышать неудобные ответы? Потому что его нету, просто нету, понимаешь, я тебя, пойми, я тебя знаю, сто лет. Сто? Ну, как я могу сказать, например, ах, вот он, сейчас миллионы заработает, все будет тронуть. Как я могу такое сказать, если это неправда? Ну, как? Вот, меня сам, наверное, знают тоже все, буквально. Да, я лучше по-русски не учусь. А вчера, кстати, пытались гитару забрать. То есть, дважды. Сначала Костик мне подобрал гитару, Костик. Я их знать не знаю вообще первый раз. А там другие приехали. У меня, извиняюсь, бутылку водки забрали, и я бутылку чайник делал. Вообще бутылку. Ребята там делали. Ну, на шестерке. Просто отдать, да и все. Видовую, в общем, водка не давали. Я вообще... Аля, если знаешь, я тебя не предупреждаю. Только я забыл, что не сетево. Мы вообще... А, мы... Да, здесь метро не надо. Здесь очень строго. Нет, я понял, понял. Нет, все нормально. И в каком... Чтобы это хорошо жить. Я... Иерон, я если играю, я играю, чтобы когда ребят собирается. Да, ребят. Для себя, для души, по-моему. Да, да, да. Я специально даже выбираю, чтобы людей не было. То есть, никаких водок не нашли. Я чуть не в гармонии. Но сейчас Костя подошел. Ну, я понимаю, Слану плохо. Я... Они меня как-то реально с утра брать не хочу. У меня была сотка. Я сотку отдал. Но они ушли. Но они водки, понимаешь? А я и хочу водки. Я понимаю, что я потом не сыграть не смогу. Я еще и не заработал. На меня Костя приезжает, кстати. Что-то не играете? Да нет. Вчера по тысячам посетили. Вот из-за чего меня оболит. У меня так... У меня прям возле вон той лифтовой. Ну, прессовой не прессанули. Потому что один... Ну, он не русский. Как-то не знаю, кто там национальный. Один русский был. Седой. Они увидели, как я просто бутылку убрал. Просто мужик шел. Блин. На, дружище. Я тюрьку твою видел. Съемки твои. Интервью. Вот нафиг. Я водки видел. Ребятам обратил. Они, видать, всех его увидели. Короче. Сегодня у нас это... Видео на опережение. Сейчас... А, вон появилась Манька. Пойдем спросим. О, здорово. Где ты лазишь? Я вот с ней. А ты где была? Где вы были? Мы здесь уже вот так быстрее. Где-где? В гостях. А, в гостях. Ну, все нормально? Ну, все защибись. Пупки натерли? Да ладно. Манька, Манька, там тебе вещи я привез. Целый баул, блядь. Вы думаете, вон... Мама, я тебе поделюсь. Я тебе дам. Там, это, курт такая длинная есть. Ну, а у меня нету. Тебе я помню. Тебе нету. Ну, она за мной подъедет. Ну, я ее тут отдам, а то я сидит. Вот, сейчас чуть попозже. Ты здесь будешь? Угу. Я принесу тебе. Я только приехала. Да, да, я помню. Мы, глядя, просто хотели там вот здесь. Полю, полю. А это дядя говорит, иди-то нафиг. Тебе не стыдно, что ли? Эти, блядь, бухают, блядь. Ладно, вчера бухали, ладно. Чего они лежат, блядь? Надо было в 7 часов у нас, блядь, какую роду дырали. А кто бухает? Ну, это, блядь, муж этой, как, блядь, гариковой бабы, Таник. А, Таник. Да, у нее, у него, такая хуйня там, блядь. Я бы все его мотал уже увидела. Ну, а ты надолго здесь зависла? Я сейчас аж не знаю. А, еще не решила, да? Ну, мы с Машей решим. В марте у него. А, у вас что, любовь? Ну, я, короче, это... У вас с Машей любовь? Иди ты в баню, ладно, это наш человек. Задей на пледе. Я буду сниматься, получу маленький денежек. И получи, на фарш все положу. В немецких фильмах будешь сниматься? Ты что, с ума сошел? Я же тоже начинающий блогер, только в нем домашний. А, домашний. Да, домашний звонит. Почему меня снимают? Не пофиг вообще. Я Джейку не стал по дороге, блядь. Ну, куда звонить там? А это Женька звонил. Бомжет наш сидит там же. Ну, понятно. Женька звонил, все, подъедет? Нет, Женька может быть. Завчик какой-то надо. А этот же... Знаешь, кто сейчас был здесь? Кто? Этот, Андрюха Леонозовский. Да ладно. С Фиону, помнишь Фиону, Настю? Ну... Вот он с ней жил. Высокий-то, синий, погорел. А, меня хоть найдут? Я его лет шесть-надцать-семь не видел. Вот сегодня он появился. А я раз звонил, какого? Пошли 20, в него, в пашине. Он был. Я не дождус, завтра приеду. Какого? В каком, говорю? 20 последний звонил. Ну, в каком? Костя, по-моему, что ли? Ну, или Поля. Да. Гузак-то едет. Я не дождался. Так, ну, пошел я домой. Это, слушай, ну, вечером тебе принесут пакет. И лезите. Там это, там нижнее белье для тебя. Это мне тоже надо. Это мне тоже надо. Это мне тоже надо. Уважаемые зрители, подписчики канала. Ну, вот сегодня я работаю, короче, на опережение. Прямо сейчас материал доснимаю и выложу его. Для вашей оценки, лайков, комментариев. Борьба за ваши подписки. Уважение тем, кто подписался. Разберитесь до конца, чем занимается канал. Канал не обо мне. Я еще раз говорю, ребята, не обо мне. О ребятах, которые живут на улице, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию. О помощи им. Восстанавливаем документы, отправляем домой, покупаем билеты, еду, одежду, сигареты. Иногда бухло, к сожалению. И так далее. Вот о чем канал. А не о том, где маэстро играет, на что он играет. Что он за человек. Вот. Куда он тратит свои личные деньги. Деньги, которые скидывают мне на YouTube. Можно легко посчитать. Не такие уж они и великие деньги. Но все-таки деньги. Деньги любят счет. Я думаю, грамотные люди понимают. Сейчас еще, значит, губу вы видели, что он говорит. Сейчас мы наверняка, они пошли к черному. Сейчас мы увидим черного. И поинтересуемся, какие вопросы ему задавали. Блогер из других каналов. Игра на опережение. Вот, ребят, сейчас Косте задам пару. Костян, что, приходил этот блогер мне сюда? Приходи туда. Нет, там я видел. Там я видел. С тобой не общался? Нет, сегодня, сегодня, сейчас. Ну, сейчас он как бы там. Нет, блогер, блогер. Который с Женей был. А ты что тут тусуешь? Хочется пить и буду пить. Дома гонят. Ты за меня влучался тогда. Ты за меня влучался. Антон, помнишь такое было? Ну, ну, ну. Ну, вот это я. Ездили домой. Я один приехал. И я опять сюда приехал. Вот интересно. Не зовется тебя дома, да? Вот интересно. Любанька, там по тебе соскучились. Как ты? Люк, а мы с Люкой работаем. Мы с Люкой работаем нормально. Я понял. На дементном заводе, блядь. Чуваки, подможно выкрыли. Сань, вот не поверите, вчера мы отказались от 50 тысяч. Да ну нахуй. Да. Почему? Ну, чтобы потом полную сумму. А, то есть вам хотели аванс дать, да? Да. Ну да. 50 тысяч, а мы, а малая сразу. Я сразу Рудмей. Ирина Рудмей. Я понял. Ну, ты вот смотри, да? Она со мной тут начала, да? Смотри, она одета нормально. Ну, отлично выглядит. Сонная. Молодец, молодец. Санька моя, Анна. Ты там дал. Сейчас он мне хоть и дали. Засланный. Я у нас, привет. Да голого только что. Да, хорошо еще. Это кто? Это сигареты еще. Что еще? Сигареты здесь нельзя. Выйдите. 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 Я тебе говорю, ты нас отлично ломали, а ты разве? Мне ломали, блядь. Тебе походу тоже надо сломать. Так, обувь я тебе говорил, но она у меня маленькая, блядь. Красотки маленькие, и они летние, холодные. Копейка? Слышь, ну, хороший был, вчера ночью, да? Типа, короче, идет срать вот сюда. Мне косяк, как я стоял. Ну, тебе понятно, ну, неважно. Идет срать туда, и срет, понимаешь? Мужик подходит, ты что делаешь? Сру, блядь. Я говорю, тебе что, сигарету дать? Не надо, блядь. Папа, блядь. Папа подходит. Ты что делаешь? Сру, блядь. Я, блядь. Я, блядь. Я, блядь. Я, блядь, чуть похуел. Блядь, не заебись. А что делаешь? Сру, блядь. Сру, блядь. Сру, блядь. Я думаю, что это не хвал. Ну, а ты номер-то не потеряла мой? Я тебе записывал. Или потеряла? Нет. Я все записал и все. Задам загадку. Никто не знает, из подписчиков такой же, как и я. Но я сюда постоянно мотаюсь. Можно сказать, уже прописался. Загадка такая, загадка такая. Что бывает рано утром на небе, рано утром на земле? Первая буква С, а последнюю не скажу. Вот такая загадка. Я понял. Что-то Любань хотел сказать. Ну, ты уже знаешь. Это самое. Я тебя попрошу сегодня вечером скину. Ты зафиксируй. Это будет с Билайком. А потом я тебя с тела перекину. Я понял. Так, ну все. У меня сегодня видос на опережение. Всех блогеров. Пишут, пишут что-нибудь. Блогеры сегодня вообще. Тебе звонят, нет? Нет, на мне звонят. На телефон тебе кидали денег, да? Да, кидали, но сейчас. То есть ты на связи сейчас, да? Да, да. Все. Завтра это. Завтра стрижка. Фотография. На паспорт. Ну, за губы я не отвечаю. Ну, я как бы вот это. Ну, я ему говорил. Ну, да. Имею ввиду. Сань, а смотри. А завтра инфляция работает? Завтра понедельник, конечно, работает. Работает. Вот это. Куда вы с космосом. Да, да. Сань, а сам пытаешься отказать мою за мной? Сейчас, сейчас у меня очень много вопросов других. Сейчас мне не до загадок. А что там пишут? Ну, это сейчас не прямой эфир, сейчас я просто видос снять. Так, ребятки, подписывайтесь на канал. Спасибо всем за просмотры, за лайки, за комментарии. Всем добра. Работаем. Работаем дальше. Савеловская. Нет прохода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова